Здравствуйте! Вы смотрите программу «Квадратные метры» в студии Яны Лисовая и сегодня в выпуске. Переселение продолжится. На заседании Госсовета Амурский губернатор обсудил вопрос расселения из ветхих домов. В знак уважения для амурских ветеранов в этом году приобретут 12 квартир. Цены на спуск. Стоимость недвижимости в Благовещенске продолжает идти на спад. Об этом и многом другом прямо сейчас. На Дальнем Востоке в этом году будет построено 15 новых гидротехнических сооружений. 4 в Хабаровском крае, 2 в Приморье, 5 в Еврейской автономной области и 4 в Амурской области. Включить эти объекты в федеральную целевую программу развития водохозяйственного комплекса поручил вице-премьер полпредпрезидента в ДФО Юрий Трутнев. Также проект подразумевает и мероприятия по проведению берегоукрепительных работ, строительству и реконструкции сооружений инженерной защиты на территории приграничных населенных пунктов, что в дальнейшем позволит избежать наводнений. Кстати, последнюю такую заградительную дамбу в Приморье сдали осенью прошлого года. Ее отсыпали возле села Орловка в Константиновском районе. Амурский губернатор Александр Козлов принял участие в заседании госсовета. Там обсуждали важные вопросы, в том числе программу переселения граждан из ветхого аварийного жилья, а также работу многофункциональных центров. В Приморье работа МФЦ будет пересмотрена, а предоставление новых квартир жильцам аварийок продолжится. Так, на заседании госсовета Владимир Путин поручил разработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. На переходный период было предложено продлить работу фонда жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня самое главное, что мы услышали от президента, что эта программа будет продолжена. Очень важный вопрос, который нужно обратить внимание, там, где по разного рода причинам идет неуспевание по регионам с 1 сентября 2017 года, дано поручение не гнаться за сроком. Почему? Потому что теряется смысл этой программы. Смысл может потеряться в таком случае, когда гонятся за сроками, делают жилье ненадлежащего качества, либо предоставляют людям квартиры, которые сами завтра могут стать ветхими и аварийными. Вот эта задача, этих вопросов не допустить. К сожалению, такие практики в регионах имеют место. Еще одним значимым вопросом стало предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ. Президент отметил, что необходимо создать условия, чтобы граждане обращались в любой многофункциональный центр, независимо от места своего проживания и регистрации. Амурский губернатор отметил, что важно обратить внимание на мотивацию сотрудников таких центров и на их заработную плату. Также на Госсовете обсудили развитие системы независимой оценки качества работы учреждений социальной сферы. В Белогорске жильцы почти 500 квартир из ветхих домов скоро отметят новоселье. В этом году в очереди на переезд в новостройки 474 семьи. Из них уже 60 квартир расселены. Жители получили благоустроенное жилье в двух новостройках. А в мае местные власти намерены приобрести три квартиры в селе Томичи, 9 в Белогорске и 15 в селе Пригородном и Вожаевке. Как ранее подчеркнул глава региона, что выполнение программы переселения должно находиться на личном контроле руководителя каждого муниципалитета. 12 квартир для амурских ветеранов будет приобретено в области в этом году. В преддверии Дня Победы глава региона навестил героев войны, поздравил с наступающим праздником. А также проверил ремонт, который был проведен в квартире одного из фронтовиков и осмотрел жилье, приобретенное для вдовы участника Великой Отечественной. Подробности в сюжете Вероники Федореевой. Хозяин первой квартиры Иван Михайлович Гапонов, участник Великой Отечественной войны. Сегодня ему 92 года. В своей однушке он проживает последние 30 лет с момента постройки дома по Амурской, 25. Ремонта Иван Михайлович ждал с нетерпением. Все отлично, хорошо сделали. Все красиво сделали, все чисто, все стало хорошо. Всего за 10 дней специалисты выровняли потолок, пол и стены. Старые окна заменили на пластиковые, а плинтус смонтировали деревянные по желанию ветерана. Кроме того, в квартире полностью заменили сантехнику. На работы было потрачено более 330 тысяч рублей. Губернатор региона лично оценил капитальный ремонт и пообщался с участником Великой Отечественной войны. Очень-очень отлично и очень благодарен за их работу. Молодцы, сделали хорошо. И вам очень-очень большое спасибо. Потому что работы много по области. Слава Богу, ветераны у нас есть. И дай Бог, чтобы они еще дольше жили и хотелось им помогать. С переездом в новые квадраты Амурские и городские власти поздравили и Клавдию Петровну Новикову, 90-летнюю вдову ветерана. Добрый день. Добрый день. Это вам с праздником. Спасибо. Добро пожаловать в мою хату. Квартира достойная. Вот, спасибо. Самое главное, это первый этаж. Первый этаж, наличие пандуса и чтобы квартира рядом с родственниками. Это были основные предпочтения Клавдии Петровны при выборе нового жилья. С 2011 года женщина проживала в Доме ветеранов. Органы социальной защиты предложили ей приобрести собственные квадраты. На покупку квартиры из федерального бюджета было потрачено полтора миллиона рублей. Наша задача сегодня выполнить то поручение президента, которое нам дано на каждой территории. Президент поддержал программу, нам давили деньги. Мы сегодня покупаем и ремонтируем квартиры для наших ветеранов и вдов. Как выполняется программа в городе Благовещенске, я скажу следующее, что достойно. Учтено все. И первый этаж обязательно. И то, что жилье в доступном месте. И ремонт. И молодцы справились с задачей. В 2017 году для ветеранов Великой Отечественной войны в Амурской области на федеральные средства будет приобретено 12 квартир. Вероника Федореева, Павел Падалко, Первый областной. Конкурсное производство в отношении «Горизонта» вновь продлили. Напомним, Благовещенскую компанию застройщика признали банкротом еще два года назад. С тех пор завершающая процедура неоднократно откладывалась. На днях на очередном заседании суд снова удовлетворил ходатайство о продлении конкурсного производства еще на 4 месяца в связи с возможностью заключения мирового соглашения, сообщает Пресс-служба Амурского арбитражного суда. Цены на недвижимость в Преамурье продолжают падать. При этом снижение специалисты Амурстата отмечают как в новостройках, так и на вторичном рынке жилья. За год стоимость квадрата в новом доме снизилась более чем на 3 тысячи рублей. Анализ цен на жилую недвижимость в первом квартале этого года провели специалисты Амурстата. По их данным, цены на жилье на первичном рынке снизились более чем на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. На вторичном – на 0,7%. Квартиру в новостройке в этом году можно было приобрести по цене в 51,5 тысячу за квадратный метр. Жилье на вторичном рынке дешевле на 600 рублей за квадрат. Падение цен на жилую недвижимость специалисты ведомства регистрируют с 2015 года. По 300 гектаров земли на Дальнем Востоке будут давать многодетным фермерам. С такой инициативой выступил Минвосток развития России. По словам замминистра по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева, в Приморском крае уже действует эта мера поддержки для фермеров с тремя и более детьми. Речь идет о земле, находящейся в государственной или муниципальной собственности. Теперь этот опыт планируется применять и в других дальневосточных регионах. Сейчас законотворцы работают с главами регионов над изменением законодательства. Новшества введут уже в этом году. Удобство ради. Городские власти поддержали инициативу благовещенских мам по организации комнаты матери и ребенка. Помещение, где можно будет переодеть или покормить малыша, появится в городском парке, с директором которого уже достигнута договоренность и выбрано подходящее место. С просьбой об этом в адрес правительства Благовещенска около месяца назад обратилась группа родителей. Построить объект планируют в лесопарковой зоне вдали от аттракционов. По словам инициатора проекта Татьяны Дурневой, изначально хотелось приурочить открытие комнаты ко дню защиты детей. Но строительство займет время, поэтому сроки сдвигаются. Сейчас идет активный поиск спонсора. По проекту комната матери и ребенка будет отдельно стоящим строением со специально оборудованными местами для парковки детских колясок. Внутри планируют состановить несколько кабинок с пеленальными столиками и местами для кормления. Уже в этом месяце в здании Благовещенского ЗАГСа должен начаться ремонт. Приступить к работам по предварительным договоренностям должны в середине мая. Внешний вид дворца бракосочетаний приведут в порядок чуть менее чем за 2 миллиона рублей. Контракт на такую сумму выиграла одна из фирм. В ЗАГСе обновят фасад здания, парадный вход отремонтируют плитку и холл помещения. Пока неизвестно, в какой цвет будет окрашен фасад. Решение об этом не принято. Все работы в дворце бракосочетаний планируют закончить за месяц. Причем проводить ремонт будут в перерывах между церемониями заключения брака, чтобы строительные работы никак не отразились на настроении молодоженов. На этом у меня все. Смотреть наши программы вы можете и на Первом областном, и в эфире информационного агентства «Город», а также на ТВ-центре. А пересматривать выпуски в социальных сетях на страничке Первого областного канала в Фейсбуке «Одноклассниках», а также на сайте amurobul.tv. Я же с вами на этом прощаюсь. Пусть ваше жилье будет комфортным во всех смыслах, а возвращаться домой будет всегда приятным. До свидания, до скорой встречи.